Мы благодарны Тебе и поклоняемся Тебе во имя Иисуса. Аминь. Никогда такого не было. Просто никогда такого не было. Никто не мог даже представить себе, что такое могло бы произойти. Что сам Бог придет на землю. Что сам Бог поселится внутри человека. Никогда никто даже помыслить об этом не мог. Однажды в год первосвященник из народа еврейского мог войти во святое святых и там он мог слышать Бога. Однажды в год первосвященник специально отделенный для этого, чтобы слышать Бога и потом передать волю Божью своему народу. Но сегодня мы знаем, что произошло то, что однажды Иисус Христос сказал, вися на кресте. Он сказал, совершилось. Он сказал, исполнилось. Совершилось. Если вы посмотрите в оригинале это слово, то там есть такое еще значение, как уплачено. Цена уплачена. За все грехи наши, за все падения наши, за все проклятия наши цена уплачена. Кровь Сына Божьего Иисуса Христа, она пролилась там на Голгофском кресте. Ее было достаточно, чтобы искупить весь мир от всех грехов наших. Давайте прославим Бога всемогущего. Аллилуйя. Он достоин непрекращающейся хвалы и славы. Потому что сегодня мы имеем возможность жить в этом единстве с Господом. Я приветствую всех, кто присоединился к нам сейчас через прямую трансляцию. Я приветствую всех на Левобережном кампусе и каждого человека, который сегодня смотрит это богослужение. И я думаю, что вы не только смотрите, я думаю, что сердцами вы здесь. И Бог приготовил для каждого из вас свое присутствие, свое слово, свое откровение. Поэтому добро пожаловать на богослужение в Церкви Завета в городе Новосибирске. Пусть Бог благословит каждого из вас. Евреи долго не могли понять, они не могли согласиться с тем, что не только любой из них теперь, когда занавес в храме разорвался, после того, когда Иисус Христос сказал, совершилось, и написано, что завеса, которая отделяла Бога от всех остальных людей, она разорвалась сверху, донизу. В другом Евангелии написано посредине, просто демонстративно. Сложно было представить или как-то объяснить это происходящее событие, что как-нибудь случайно там она разорвалась, написано демонстративно, сверху донизу, прямо посредине. Это завеса, которая была сделана из плотного материала, она просто разорвалась. После того, когда Иисус сказал, совершилось, это означало, что больше нет этой преграды между Богом, святым, и человеком. Нет больше этой преграды, больше ничто не мешает приходить теперь в присутствие Божьем. Никто даже подумать и помыслить об этом не мог. Но сегодня мы знаем, что это реальность. Мы знаем, что это произошло. Сегодня мы знаем, что я еще и Судас Ух И Щ Ч Род В Судас Божья говорит Что каждый Такой Век Аминь Аминь Мы видели книгу Деяна, в которой происходили, когда Иисус Христос пострадал за наши грехи, умер на кресте, а потом воскрес из мертвых. И перед глазами всех учеников своих, во имя, мы раскресили, что Иисус Христос, умерший во всем, и я пришел туда, и я буду ждать вас там, когда вы пройдете свой путь и придете тоже домой, и мы всегда в вечности будем вместе. И когда я перечитывал на этой неделе книгу Деяния, знаете, когда вы перечитываете залпом какую-то книгу, у вас появляется какой-то обзор. Обзор, который не появляется, когда вы просто точечно читаете. Поэтому рекомендую иногда просто взять и залпом что-то прочитать, какую-то книгу из Святого Писания. И две вещи бросаются в глаза для меня в этот раз, когда я перечитывал. И первая вещь, это то, что в этой книге достаточно много и подробно, подробно описываются некоторые простые детали человеческой жизни. Просто из чего состоит наша повседневная жизнь, обыденная. Мы куда-то вышли, куда-то пошли, что-то сделали. И вот я читаю эту книгу, это Святое Писание. Я понимаю, что все Писание Бога духовновенно, туда нельзя ничего добавить, оттуда нельзя ничего убрать. Просто Бог оставил на страницах Библии, на страницах Святого Писания именно то, что нам надо видеть. И вот я читаю перечень определенных каких-то простых вещей. Ну, например, там много достаточно. Ну, например, книга 7-го, я вам прочитаю. «Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров. И переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. «Медленно плавая, многие дни, и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Лосея». Очень захватывающе, правда? И я когда читаю это, я думаю, Господи, а зачем вообще тратить место в Библии на какие-то такие простые вещи, в которых мне сложно получить даже откровение какое-то богодухновенное. И вот ответ, который я понял. Ответ в том, что книга «Деяния», она показывает, что для Бога важно абсолютно все. Эта книга показывает, что Бог с нами не только в каких-то особенных обстоятельствах, в каких-то, на каких-то богослужениях особенных, там, где, конечно, все торжественно, все готово. Нет. Эта книга показывает, что Бог с нами каждый день. Через Святого Духа Он стал доступным для нас всегда. Пророк еще пророчествовал и говорил, что время сойдет. Он будет... Духа появится в сердцах. Он будет... Он будет... Внутри начнет говорить. Он... Он... Внутри начнет... Он... Написано, что... Старцы... Возумляемые... И дочери ваши будут пророчествовать. Чтобы вы будете видеть будущее. Вы будете... Будете видеть тайны какие-то. И это будет происходить не однажды в год. Даже не однажды в неделю по воскресеньям. Это будет происходить абсолютно всегда. Вы можете иметь доступ к Богу. Вы можете вместе с Ним идти через любые обстоятельства. И вот об этом говорит эта книга. И это первое, что мне бросается в глаза. Что Бог стал доступным для нас. Он стал очень доступным для каждого человека. Который поверит в Иисуса Христа. И доверит Ему свою жизнь. Поэтому сегодня, дорогие. Я хочу поздравить всех вас. Кто сегодня здесь. Кто смотрит прямую трансляцию. С этим чудом. Могу поздравить вас. С этим великим событием. Величайшим событием. О том, что Дух Святой сегодня не там на небесах. Дух Святой сегодня на этой земле. Он с нами каждый день. Он в наших сердцах. Те, которые открыли для Него свое сердце. Поэтому пусть Бог благословит каждого из вас. И на этом воскресном собрании. И завтра. И каждый день. Давайте будем настроены. И будем в ожидании того, что Дух Святой будет говорить нам. И сегодня. И завтра. И каждый день. И абсолютно в любых обстоятельствах. Вы скажете. Ну по факту, как будто это не совсем так. Ну как Бог говорит. Я знаю, что есть достаточно людей. Я разговариваю часто очень с братьями и сестрами. И они говорят. Но я не чувствую так Духа Святого. Я не могу сказать, что Он говорит со мной каждый день. И я хочу вам сказать простые вещи. Но без которых мы не сможем сделать следующий шаг в нашей жизни. Если хотим знать по-настоящему Богу. Хотим по-настоящему знать нашего Бога. И вот иногда у меня человек спрашивает. Говорит. Ну как можно слышать Бога? Ну. Как ты слышишь Его каждый день? Как вообще это возможно? У меня такого нет. И я спрашиваю. А ты Библию прочитал? И он говорит. Ну не совсем еще полностью. Но я читаю. А сколько лет ты уже в церкви? И человек говорит, что он больше 10 лет в церкви. И я понимаю, что когда только пришел человек к Богу. И он не может сразу может прочитать. Хотя некоторые сразу залпом читают Библию. И это очень здорово. Но нередко, конечно, трудно дается, кажется. Не все сразу понятно. Но когда человек 10 лет в церкви. И ни разу не прочитал Библию. То тогда я говорю. Послушай, ты не можешь сказать, что ты любишь Бога. Мало просто верить в Него. Надо любить Его. Он сказал, кто не возлюбит меня больше, чем все остальное. Не достоин меня. Я хотел бы быть в твоей жизни. Я хотел бы говорить в твою жизнь. Но мне нужна эта взаимность. Мне нужно, чтобы ты возлюбил меня больше, чем все остальное в этом мире. Точно так же, как я возлюбил тебя больше, чем все остальное. И отдал свою жизнь на кресте за твою жизнь. Итак, нужно читать Библию. Дорогие братья и сестры. Дух Святой говорит сегодня через свое слово. Поэтому, если ты не прочитал письмо, которое сам Бог написал для тебя, то сложно сказать, Бог, я люблю тебя. Сложно петь Ему и признаваться в любви, если ты не прочитал ни разу это письмо, которое Он направил к тебе. Только представьте, если девушка, которая обещает себя своему будущему жениху, и она говорит, я так люблю тебя. Я так люблю тебя. И вот он через год после расставания возвращается к ней, и она говорит, я так люблю тебя. Он говорит, а ты не ответила почему-то на мои вопросы, которые я тебя спрашивал. Она говорит, а где ты спрашивал? Как где спрашивал? Я же тебе письмо написал. Ты его прочитала? А, письмо. Ну да, я начала читать. Я прочитала уже один листочек, но я хотела потом дочитать. И он смотрит на нее и понимает, что в течение года она не прочитала письмо, которое он отправил ей год назад. Может ли эта девушка говорить после этого, что она любит его? Что она готова пойти за ним везде, куда бы он ни пошел? Это простой пример, и вы можете подумать, но, конечно, с девушкой это понятно, что вряд ли она его сильно любит, если даже письмо не прочитала. Потому что мы знаем, что когда девушки получают письма от своих возлюбленных, они их перечитывают постоянно и не один раз. Это так или нет? Это так. Они смотрят каждое слово, они видят больше, чем написано в этом письме. Потому что они любят, им хочется еще больше. И это классно. Любовь, она расширяет наши границы. Любовь, она, это она сродни вере. Когда возлюбленная смотрит и читает между строчек. То, чего не написано, но она верит, что он так ее любит. И мы можем так читать Библию. Мы можем читать то, что написано. И сам Дух Святой может показывать то, что между строчек. Он будет говорить, насколько Он любит тебя. Когда ты будешь читать Библию, она будет открывать тебе Бога. Дух Святой сегодня говорит через написанное Слово Божье. И я могу это утверждать, потому что вот что написано в Евангелии от Иоанна, в 16 главе. Иисус Христос сказал так, 13 и 14 стихи. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит. И будущее возвестит вам. Он прославит меня, говорит Иисус, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Итак, Дух Святой не несет какого-то нового послания. Дух Святой берет из написанного Слова Божьего. Все, что сказано об Иисусе Христе, оно записано в Библии. Все, что нам нужно знать и понимать об Иисусе Христе, написано в Библии. Но без Духа Святого сложно нам что-то понять. Поэтому Бог послал нам Свой Святой Дух, чтобы Он раскрыл нам тайны Божьи. Чтобы Он помог нам понять эту истину, которую Иисус Христос говорил и продолжает говорить в жизни каждого из нас через Свой Святой Дух. Поэтому, если Библия до сих пор не прочитана, и вы переживаете о том, что вы не слышите Бога, что вы не понимаете Его так, как хотелось бы, что вы не получаете каких-то ответов драгоценные, все просто. Начните читать Библию. Начните читать Слово Божье. Пусть это станет регулярным действием вашим каждый день. Каждый день. Наивная девушка, та, которая потом говорила бы, что я не знала, как поступить в этой ситуации, я не знала, как поступить в этой ситуации. Но этот жених сказал бы, послушай, я тебе дал точное руководство к действию, как надо поступать в каждой ситуации. И я имел для тебя что-то еще большее, но ты не захотела прочитать, тебе не хватило времени, на что обычно ссылаемся мы иногда. А в другом случае, я спрашиваю, когда человек говорит, я не слышу так Бога, вот скажи мне, ну скажи мне, вот как слышать Бога? Вот скажи мне, почему я так не чувствую Бога? Если сейчас кто-то думает, вот вы со мной поговорили, я теперь рассказываю всем, это неправда. Поверьте, вы далеко не одиноки, вот в этих словах. Как? Десятки, десятки людей, не знаю, если за всю бытность, то может быть и сотни подходили примерно с такими фразами. Ну как слышать Бога? Ну почему я его не чувствую? И я сначала ходил вокруг, да около долгие годы, значит, отвечая таким людям, сегодня у меня заготовлены два вопроса. Я говорю, послушай, ты Библию читаешь? И человек начинает плавать, ну читаю, да. У меня такой вопрос сразу, но это в первый входит вопрос. Я говорю, послушай, ты всю Библию прочитал вообще? Ну почти, да, я знаешь, избрачно читаю, то там, то там, не могу сказать, что полностью. И начинается вот это. Я говорю, послушай, тебе надо читать Библию. Потом я спрашиваю, а ты молишься? И человек говорит, ну, время вот не хватает, я утром рано сильно встаю, потом на работу, потом день пролетает, вечером я так устал, просто рубит. И когда я начинаю молиться, я просто засыпаю и все. И все, послушайте, ничего другого мы не придумаем. Дух Святой не придумывает новое послание, он берет слово и раскрывает. Иисус говорит, я пока говорю сейчас, вы не способны принять. Вы не можете больше принять, но придет Дух Святой, и Он откроет вам всю истину. Намного больше, чем сегодня я могу вам открыть. И надо молиться. Без молитвы мы не можем слышать Бога. Без молитвы мы не сможем познавать Его так, как хотелось бы. Но как девушка может знакомиться с парнем, если она с ним не разговаривает? Ну, это же абсурд. Но точно такой же абсурд ожидать, что ты будешь знать Бога, если ты не молишься. Что ты будешь иметь силу от Него, если ты не проводишь с Ним время. Дух Святой, Он начинает общение с нами, когда мы общаемся с Ним, когда мы начинаем молиться. Бывает это, знаете, настолько даже смешно иногда. У меня не так давно был такой момент, когда я готовился к проповеди. И вот я собираюсь проповедовать. Я написал часть конспекта. Я, в общем, думаю, что понимаю, о чем хочу сказать. Но вот я приступаю прям к проверке, как я это буду говорить. Я понимаю, я не знаю, что сказать. И это не то, и другое не то. Ко мне подходит дочь, потому что уже поздно вечером. Папа, ты когда собираешься спать ложиться? Я говорю, ну, я поготовлюсь еще. Да ты что, а сколько ты будешь готовиться? Ну, час тебе все, папа, потом спать. Иначе завтра тебе трудно будет. Я говорю, ну, час, наверное, не получится, что-то у меня никак не идет. А она подключается, говорит, давай я тебе помогу. Накидывает мне какие-то мысли. Вторая дочь подключается. Папа, о чем ты будешь проповедовать? Спустя время подходит жена, говорит, ну, давай, проповедуй нам. А я не знаю, о чем проповедовать. И вот я час не знаю, о чем проповедовать. Я в течение дня думал, в течение субботы, в течение всей недели я размышлял о том, что я буду говорить. Но вот приходит время, суббота, и я не знаю, о чем говорить. И я думаю, что такое, Господи, почему? Я вроде логично мог бы говорить, но я знаю, что тебя нет в этом. Как бы Дух Святой не ведет в этом. Я так хотел побыть просто с тобою. И для меня все стало понятно. Я бегу, я чем-то занимаюсь, я что-то делаю. Но я вспомнил, да, так, чтобы просто отделить несколько часов и побыть с Господом. Я давно, наверное, не проводил такого времени. Я так не ревновал, чтобы его услышать, как в эту ночь. Потому что я знаю, что утром надо проповедовать. И я говорю, Господи, спаси меня. Я выйду, я могу логично что-то рассказывать, но это же совершенно не то. Я хочу говорить слова от Духа Твоего. Я хочу, чтобы каждый человек напитался Твоим присутствием. И я не слышу ничего. И в ту ночь я понял, Бог хочет больше всего проводить с нами время. Он хочет в это время наставлять нас, напитывать нас собой. И иногда он подводит такие ситуации, когда просто перестает говорить. И говорит, ну давай, давай своими силами попробуй теперь. И когда ты понимаешь честно, что ты не можешь своими силами. И начинаешь молиться. А это то, чего он ожидал так долго. Поэтому в следующий час, примерно до трех, я просто славил Бога. Я благодарил Его. Вдруг сон куда-то ушел. Я понимал, да, это то время, которого он ожидал. И которое я так пропускал. Я говорю, прости, Господи. Я хочу с тобой быть. Ты хозяин моего времени. Днем или ночью. Я хочу быть в Твоем присутствии. Пожалуйста, просто будь со мной. И все. Прошло какое-то время. И потом в течение 20 минут, я помню, как сел и стал записывать то, что Дух Святой показывал. Все просто. Дорогие, нам надо просто говорить с Богом. Он ждет этого времени. Мы не заменим это время абсолютно ничем. Каким бы ты умным и мудрым не был, какие бы великие дела ты для Бога не делал, это не заменит времени, в котором Он ожидает тебя. Когда ты будешь говорить как дочь, когда ты будешь говорить как сын, когда ты будешь открывать свое сердце, когда ты будешь говорить свои мечты, когда ты будешь ожидать, что Он будет руководить тобою. Буквально вчера у нас было потрясающее время, о котором вот часть рассказывала сестра Людмила. Особенное время, знаете, когда мы собрались вместе и мы размышляли над словом в течение четырех часов, над двумя стихами. И мы просто были погружены в эти стихи. И вот мы говорили, пропевали эти стихи, читали, перечитывали. И в конце полчаса, как обычно, мы делились теми откровениями и переживаниями, которые у нас были в течение этих четырех часов. И вот братья и сестры выходили, делились, рассказывали. А у меня был один вопрос, потому что в течение вот этих четырех часов вдруг в определенный момент я почувствовал, как Дух Святой просто сошел здесь на всех. И мне было очень интересно. Я один это чувствую. Знаете, когда один все время чувствуешь, другие больше ничего не чувствуют, то это странно. Но это не то, что я сомневаюсь в Духе Святом, но хотелось бы понимать, что я не один в этом. И знаете, это очень ободряет, когда ты понимаешь, что другие переживают то же самое, и ты понимаешь, тебе не подчудилось. Я ждал, когда закончится у нас вот это собрание, и мы начнем свидетельствовать. И я вышел и говорю, дорогие, скажите, пожалуйста, а вот был в этом собрании, в это время такой момент, когда вы почувствовали особенное движение Святого Духа? Друзья, треть из всех собравшихся сказали именно об этом моменте, в который я переживал вот это особенное присутствие Божье и то, что Он сейчас говорит какие-то особенные слова жизни. Треть, кто-то, может, спал в это время, вот сестра Людмила говорила, тоже хорошо, знаете, спать, когда молятся вокруг, поэтому если вы не высыпаетесь, приходите в субботу на молитвенное время, у вас есть 4 часа, и вы с наведениями будете вразумляемы, а потом Бог будет касаться вас и что-то делать. Поэтому не комплексуйте, приходите, в любом случае хорошо быть в молитвенной комнате. Я был восхищен, когда в это время, когда мы просто размышляли над словом, и одна сестра взяла микрофон и начала петь. Она пела это слово, и она поет это слово, а потом какие-то пару слов еще добавила, что Бог любит, что Бог тебя видит, что Он тебя ждет. И все так просто, казалось бы, я даже подумал, думаю, ну что-то она свое начинает добавлять, но после этого собрания, то, что вы слышали сегодня здесь, сестра Людмила сказала, что это слово, оно было прямо ко мне, когда я размышляла, у меня была проблема с сосудами, и Бог проговорил сестре, что есть проблемы с сосудами, и Бог исцеляет тебя сейчас, и Бог исцеляет на самом деле, драгоценное, когда мы приходим к Нему. Я восхищаюсь этими моментами, но как ты можешь пережить это присутствие Божье, это ответ от Бога, если ты не молишься, если ты не проводишь время с Богом в тайной комнате? Кто бы ни предложил тебе какое-то учение, самое прекрасное и мудрое, основанное на Святом Писании, но если ты не молишься, никакое учение не сможет заменить тебе живого, настоящего, Святого Духа. Он пришел, чтобы жить в нас, Он пришел, чтобы разговаривать с нами, Он пришел, чтобы ходить внутри нас, Он пришел. И я вам скажу второе, то, что бросилось мне в глаза, когда я перечитывал Деяния на этой неделе, и мне бросилась в глаза эта страстная направленность Святого Духа к людям. Страстная направленность Святого Духа к каждому человеку, который еще не знает Его. Я увидел, что с самого начала, когда Иисус только начал говорить, точнее, наставлял своих учеников перед тем, как уходил, Он сказал, «Сойдет на вас Дух Святой», Деяние 1.8, вы прекрасно это знаете, не раз читали, «сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями». Вы примите силу для того, чтобы быть свидетелями, вы примите силу не для того, чтобы построить дом, вскопать огород, и это будет как бы приложиться, если нужно, и на это хватит сил, но что-то главное есть, для чего пришел Святой Дух. Иисус сказал, «Вы примите силу, я хочу сделать вас сильными, я хочу дать вам дары, которые будут действовать через вас, но это для того, чтобы вы были свидетелями Мне по всей земле». И Дух Святой говорил дальше, и в Евангелии от Матфея в 28 главе написано, это тоже последние слова перед тем, когда Иисус ушел на небесах, и Он сказал, написано, «Приблизившись, Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и вот Я с вами во все дни до скончания века. И вот это, и вот, означает, что при этом, когда вы позволяете, чтобы Дух Святой ввел вас каждый день к тому, чтобы исполнять волю Божью, к тому, чтобы быть свидетелями, вот при этом пути Я с вами каждый день, в каждой ситуации, книга «Деяния апостолов» пропитана этим посланничеством от самого начала и до самого конца. Мы читаем страницу за страницей, главу за главой, как апостолы проповедовали. Деяния – это деяния, это новые деяния, это новая жизнь, это новое мышление, это новое служение Богу, которого никогда не было. Евреи знали Бога, они были избранным народом. Бог хотел через них рассказать всем людям о том, что Он есть, Он живой, Он святой, и Он любит каждого человека. Но евреи, исходя из своих сил, они закрылись в своей общине и не хотели никому проповедовать, по большому счету. Поэтому, когда уже пришел Иисус, когда Он послал Святого Духа, когда завеса в храме разорвалась, они долго еще не могли с этим согласиться, что кроме них еще кто-то, оказывается, может знать живого Бога. Просто так, не исполняя какие-то законы, не исполняя какие-то сложные церемонии, просто не обрезываясь, не зарабатывая ничего. Просто допустить, что еще кто-то может вот так знать Бога, не родившись евреем. Они не могли этого принять. Они не смогли увидеть это глазами Божьими, драгоценные. Сегодня Бог, Он творит новый народ. Он творит новый народ. Мы не должны стать другим еврейским народом, которые просто живут в своей общине и не хотят никому ничего сказать. Мы не должны стать каким-то новым избранным народом. Книга Деяния, она показывает путь. Книга Деяний, она показывает страстное желание Святого Духа рассказать всем людям об Иисусе Христе. Страстное желание Святого Духа поселиться в каждом человеке, разрушить дела дьявола, отпустить измученных на свободу, дать пленникам освобождение, исцеление, слепым прозрение, глухие, чтобы начали слышать. Это воля Божья. И об этом, об этом вы можете читать на страницах Святого Писания в книге Деяния. И вот что Он повелел нам. Он повелел нам рассказать не просто о том, что есть Бог, и есть какой-то закон, который надо исполнять. Он повелел нам говорить слова благодати. Он повелел нам говорить не что-то естественное, а то, для чего потребуется каждому из нас смелость. Знаете, очень просто проповедовать закон. Это несложно. Ты должен это, ты должен то, ты должен пятое и десятое, и вот здесь ты поступил неправильно, поэтому ты наказываешься. Вот здесь у тебя проблема. Почему у меня проблема? Потому что, и мы легко можем объяснить по закону, почему проблема, почему у тебя что-то не получается в жизни, почему у тебя проблема какая-то, почему у тебя одно, другое, пятое, десятое. Это несложно. Но знаете, где нам нужна смелость? Нам нужна смелость написать, например, на своем автомобиле, Бог исцелит тебя, Бог любит тебя, Бог изменит твою жизнь. Откуда ты это знаешь? А я верю тому, что написано в Слове Божьем. То есть нужна смелость для того, чтобы говорить слова благодати. Потому что мы все заслужили, и нам понятно, что мы заслужили отвержение, мы заслужили страхи, мы заслужили наказание, мы заслужили проклятие. Но то, что Бог пришел, чтобы сделать в нашей жизни, то, что Бог открывает сегодня для нас, Он открывает прощение, Он дает нам дерзновение, Он дарит нам исцеление, прощение, Он благословение и оправдание нам дарит и принятие. Вот чтобы это проповедовать, нам нужна смелость. Нужна смелость была апостолу Павлу, апостолу Петру, когда они говорили к людям, которые всю жизнь сидели и не могли ходить. И написано, апостол Петр с Иоанном шел, проходил мимо, увидел, начал с ним говорить, и потом взял за руку и говорит, вставай! И Бог исцеляет тебя, Иисус исцеляет тебя, но нужна смелость. Но на эту смелость приходит Бог. А в другом месте описывается тот же самый случай, только апостол Павел уже, он проповедовал и увидел, что у одного человека, который не ходил никогда, увидел веру в глазах, увидел, как? Просто увидел, что человек открытый, он открытый, он жадно слушает. И он говорит слово, которое освобождает этого человека от немощи. И написано, тот хромой вскочил, и стал прыгать, и стал славить Бога. Я представляю, какая радость великая была. Этой радостью Бог хочет наполнить сегодня всю землю. Я вам хочу прочитать еще последнее, наверное, место Писания, и показать вам путь, как Бог хочет излить эту радость на эту землю. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 9 и 10 стих. Это два стиха, над которыми мы размышляли вчера, в течение четырех часов. Иисус говорит, Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое. И я прославился в них. И вот путь, который я здесь вижу, Иисус показывает. Он молится Отцу и говорит, Я не о всем мире молю, Я молю именно о тех, которых Ты дал мне. И у меня вопрос. И возможно у вас подобный вопрос возникает, как так? Ведь Иисус пришел, чтобы умереть, пострадать за грехи всех людей. Написано, что Он не желает, чтобы хоть кто-то погиб, чтобы все спаслись. Как же так? Иисус, мы читаем, как Ты молишься, и говоришь, Я не молюсь о всех. Я не молюсь о всем мире. Я молюсь об этой группе людей. Небольшой, которых Ты дал мне. С которыми я прохожу по жизни. На которых я возлагаю свои руки. Которых я знаю поименно. В глаза которых я могу посмотреть. В дом которых я могу прийти. Где я могу непосредственное участие иметь. Я молюсь Тебе о тех, которых Ты дал мне, чтобы я мог повлиять на них. Иисус, имея всю власть на небе и на земле, как здесь написано, Он не избрал такой путь, чтобы просто сказать, Я молюсь сейчас о всем мире. Пусть они будут исцелены. Прямо сейчас. Как вы думаете, мог Он так сделать? Мог Он так сделать. Но Он избрал совершенно другой путь. Он оставил небо, пришел на землю и взял несколько людей и прожил с ними свою жизнь в служении. Он передал им все, что у Него было, как Он понимал, как Он знал Отца Своего. Он благословлял их. И потом Он сказал, идите и делайте то же самое. Сегодня это наша череда. Сегодня я вижу, что мы должны поступать точно так же. Где наши люди, которых дал нам Бог. Я уверен, что именно этот путь, через который Бог сегодня хочет наполнить эту землю познанием о Нем. Я о них молю, не о всем мире молю. Нам иногда просто взять записки все, помолиться, сказать, Господь исцели всех. Ты даже в глаза их не видел. Ты даже не понимаешь, о ком молишься. Я надеюсь, я верю в то, что когда мы молимся за эти записки, я верю в то, что каждый из вас, кто написал эту записку, потом придет с этой верой, с этой молитвой, придет к конкретному человеку и скажет, послушай, мы церковью молились. Позволь я сейчас благословлю тебя. Я знаю, Бог что-то приготовил для тебя. И тогда Бог будет действовать. Но если наша функция только в том, чтобы написать записку, положить сюда и знать, не знать этого человека, я не верю, что Бог так будет действовать. Он говорит, я не молюсь о толпе. Я не молюсь просто так вот о всех. Я хочу коснуться каждого человека. Я знаю, что Бог сегодня творит чудеса намного больше, чем даже те, которые творил через Иисуса Христа. Я знаю, я знаю, что сегодня могут стадионы просто падать под присутствием Божьим, но воля Божья, она идет дальше. Она идет в том, чтобы прикоснуться к каждому сердцу. И он не может это сделать просто для толпы. Он хочет это сделать через наши руки, через наши глаза, через наши уши. Хочет услышать сердце этого человека. Он ожидает, что мы подобно ему скажем, «Господи, вот те, которых Ты дал мне, я молюсь Тебе о них». И Бог будет особенно действовать через эту молитву и через то, что мы потом будем делать. Драгоценное, мы сегодня радуемся о том, что Дух Святой сошел на эту землю и пришел в нашу жизнь, в жизнь каждого из нас. Воля Божья, чтобы мы принесли эту радость в этот мир, чтобы мы были послушны Духу Святому и пошли дальше и нашли тех, которых Бог дает нам сегодня, чтобы молиться за них, чтобы благословлять их, чтобы проповедовать смело жизнь Божью в их судьбе. И Господь наполнит нас необыкновенным своим присутствием, потому что Он сказал, «При этом я всегда с вами. Я в любое мгновение с вами при этом. Куда бы вы ни пошли проповедовать, я с вами при этом во все дни до скончания века». Аминь. Аллилуйя. Давайте прославим Бога за то, что Он приготовил совершить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok